В этом видео мы узнаем, как рухнули надежды на современный автопром, как быть и что делать. Автоматическая трансмиссия после грязевых ванн, выдержит ли она подобные издевательства? А также рассмотрим популярный кроссовер, ездили только в магазин, а после 200 тысяч километров попали на капитальный ремонт 140 тысяч рублей. Рассмотрим это все в этом видео. Не переключаемся. Всем привет! Сегодня мы будем рассматривать, как же правильно эксплуатировать автоматическую трансмиссию, классический гидромеханический автомат на бездорожье. На примере автомобиля Pajero Sport 2013 года выпуска, пробег по 200 тысяч километров. На данном автомобиле 70% это бездорожье, езда по тяжелому бездорожью включительно, болотом, глине и так далее. Плюс 30% это город и пробки. Автомобиль используется каждый день. Мы его обслужим, поменяем масло полностью. Небольшая оговорка. В данной трансмиссии мы меняем масло каждые 60 тысяч километров. И данная коробка уже пережила задний мост в сборе. Задний редуктор приказал долго жить, когда он был вместо масла наполнен водой. То есть там произошли необычайные изменения, при которых задний редуктор пришлось поменять. Через сапун попала вода в болоте. То есть мы представляем, какой глубины был брод, чтобы через сапун заднего моста попала туда вода. К сожалению, современная тенденция автомобилестроения вносит свои коррективы. И вполне возможно, что рамных машин в скором времени не останется, как и не останется классических автоматом. Мы перейдем на поджерики на вариаторах без рамы. Даже когда интегрированная рама, это тоже дорого в производстве. Не говоря уже о полноценной. Правила эксплуатации по бездорожью будут касаться автомобилей, где есть полноценная раздаточная коробка, которая работает в паре с классическим автоматом. Какой у нас здесь пробег? 185 тысяч. Когда мы последний раз меняли масло? 1040 назад, да? Машина после оффроуда, но с аккуратной эксплуатацией. Не считая утопленного моста заднего. Но он новый, не верно. Не, мы поставили новый. Новый поставили. А так, в принципе, хорошо себя зарекомендовала. Достаточно надежная трансмиссия. Пятиступенчатый гидромеханический автомат. По классике, как мы любим. Будем здесь менять масло. По причине того, что пробег и так далее. Вынули щуп. Кстати, масло. Немного потемневшее, но отвечает всем стандартам и требованиям. Это касаемо масла, которое на щупе. А которое внутри нам предстоит выяснить, что с ним не так. А помните, ГРМ меняли? Здесь ремень балансировочных валов был расслаблен. Да. На 2,5 турбодизелях здесь один косяк существует. Такой, мягко говоря, неприятный. Здесь расслабляется ремень балансировочных валов, который может потом впоследствии порваться и попасть в основной ГРМ. Сейчас фотку поставлю, либо видосик небольшой. Вот, как это все бывает. Даже на минимальных пробегах до 100 тысяч километров, когда появляется вибрация по кузову, такая жесткая, и сразу всему виной непосредственно ремень балансировочных валов. Единственный минус оффроудных тачек, которые после бездорожья, это куски грязи на поддоне. Хотя вот грамотные вещи, именно защита картера. 30% всего лишь бездорожья? Ну да, конечно, учитывая, что all-terrain'ы стоят, шины так называемые, и частота трансмиссии. То есть вы утверждаете, что эксплуатируете только 70% по асфальту, 30% по бездорожью. Ну да. Прикольно. Я не помню, где я хвата хапанул. Ну да. Ну ничего страшного. Не, сегодня карантин отменили, но... Автосервисы не попадают под пораженную область от коронавируса. То есть никаких дотаций нам не положено. Вот так. Масло темноватое. Без постороннего запаха, что следует по тому, что человек достаточно аккуратно ездил. И она переключалась в штатных режимах. После моста вы, наверное, перестали буксовать. Ну да. Фильтр более-менее чистый. Это мы можем видеть по светлой фетровой мембране. Далее. Потенциометр. Ну это мы уже рассмотрели до того, как снять поддон. Теперь самое интересное это поддон. Проверяем на стружку. Чуть бронзы есть. Вот она. Так в целом все нормально. Летний дождь освежает получше любого кондиционера. Поменяли фильтр. Почистили плоскость. У пятиступки не забываем. Цвета шесть соленоидов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сейчас будем устанавливать поддон. Такой цвет должен быть на выходе. Постараемся его сделать. Итак, прокачка номер один. Прокачка номер один. Кто возьмет билеты в пачку? Так, где тут? Так, сколько у нас? 184 тысячи. 184 тысячи. Заводим. Пошло. Но масло внутри отлично. Ничего плохого не вижу. Но все равно лишним не будет. Кашу маслом не испортишь. Сказал владелец Урала. Сливай отработку гречичное поле. То есть, все в допусках. Уж лучше такое, но почаще, чем... Помните в 16-м году, какое оно было? Зеленое вообще. Масло было болотного цвета. Да, было 70 тысяч километров. Надо было в тот раз вам частично поменять. И потом приехали бы на ремонт. Ну, нет. Почему же? Все уверены, что частично это безопасно. Масло где-то? Не, завода наливает минералку. То, что дешевле. С тобой сливали, помнишь? Да. Гамно какое было. На Утлендере? Да. Ты сам говорил тогда, ебать, это что за хуйня. Она прям реально, как эмульсия. 40 тысяч было проблемами. Не прекрасно. Не, ты думал. Прокачка номер 2. Сейчас у нас это дело быстрее пойдет. В городе слякать. Ну, как тут не плакать? Короче, некоторые пишут, что это типа замена масла полно. Это постанова. Ну, типа постанова. Я занимаюсь постановочными роликами. Но делать больше нечем. И так жрать нечем. Еще постановами заниматься. Так. Ты что-то туда заливаешь, обратно поливаешь и побоишь? Ну, там вообще ничего не будет в коробке-то, блядь? Не. Не, коробка пустая, завоздушенная. То есть, кленам нас ловила. То есть, здесь вот эти красивые олдерейны, колеса. Завил оттуда, вывел, блядь. Да. И вот эти красивые олдерейны здесь остались на месяц, короче. Но это специальный развод, чтобы мне потом на ГТР и на квартиру накопить. Но не могу я. Мать борется с коронавирусом. Сынок борется за трудовые трансмиссии трудового народа. Проедемся. Посмотрим, как будричи шумят, либо не шумят. В таком состоянии трансмиссия. Надеюсь, поддон проклеили нормально. Во всяком случае, прогрели, все нормально будет. Да. Поехали сейчас направо. Посмотрим, как переключается. Так, в целом, неплохо. Да нормально идет. Она, тем более, уже полностью прогрета, потому что мы проверяли потом. Сейчас проедем по отрезку трассы. Посмотрим. Ну, хотя бы до сотни разгонимся. Потому что ничего не понятно. Очень интересно, но ничего не понятно. И нормально разгонимся до сотни. Не, нормально, плавно. Нормально, нормально. А до этого она менее плавная была? Вы говорите то, что она более плавная стала? Или вы занимаетесь самовыгушением? И чувствуете, что по машине совсем другое. Соответственно, завтра по утру уровень масла проверьте, каким образом прогрейте ее на паркинге. Хотя бы немного. И проверите, чтобы не было никаких протечек. А эти шины, кстати, вообще не шумят. Я что говорю? Что удивительно. Как бы далек от этих дел. Там шумные шины. Я в этом не особо не знаю. Все удивительно. Ну, учитывая такой зубастый протектор, они хорошо себя показывают. То есть бесшумные. Может быть, то их какие-то поддельные устанавливают. Именно всякие китайские. Безостав резины нет. Но здесь все тихо. Удивительно. Удивительно. Так, у нас дергается вариатор. Пробег 200 тысяч. Что об этом думаешь? Что Саша скажет? Видишь здесь стружку? Да. Да? Как его починить? Не знаю. Не прошло и 200 тысяч, когда он приказал долго жить. Начал дергаться. Сразу? На трассе как это произошло? На трассе. На какой скорости? Да не на какой-то поездке. А, то есть вы на трассе остановились, тронулись и начал дергаться, да? И перешел в аварийный режим. Наличие стружки здесь, фильтры тонкой очистки означают то, что все. Это все. Эта стружка распространилась в гидротрансформатор, в гидроблок. Итак, первое правило эксплуатации автоматической трансмиссии в условиях бездорожья. Когда мы застряли, трансмиссия очень плохо на нее влияет, езда в раскачку. Дело в том, что это гидравлическая система, и гидравлика сразу не включает передачу. А именно, говорить правильным языком, передача на автомате, на олдскульном они грузятся. То есть загружается давление. Давление подается к фрикционам, фрикционы схлопываются, и для этого необходим определенный интервал времени. Например, на роботе это происходит быстрее, поэтому он быстрее переключается, потому что у нас механическая часть присутствует в коробке. А в гидромеханическом автомате такого нет, необходимо время. Поэтому, когда мы пытаемся в раскачку взять, как на механике, это не есть хорошо. Потому что быстро драйв и реверс не загружаются, и этим самым мы убиваем тяжелое железо в коробке, а именно планетарный ряд и главную пару. Шестеренки, такие большие и очень дорогие, и так далее. И масло в коробке начинает гореть, потому что трансмиссия не понимает, что вы от нее хотите. В раскачку в крайних случаях, естественно, человек попытается выехать из бездорожья, потому что всем не хочется оставаться там в поле одному. Разные ситуации в жизни бывают, но, тем не менее, это убивает трансмиссию очень просто и легко. Езда в раскачку. Правило номер два по максимуму избегать больших луж, бродов и так далее. Дело в том, что в трансмиссии тоже присутствует сапун, в трансмиссию тоже может попасть вода. Что бывает с маслом и водой? Даже когда туда попадает антифриз, мы на канале уже рассматривали данную тему, когда попадает антифриз в масло, а когда попадает вода, эмульсия, это еще тяжелее будет. Потом очень тяжело будет ее восстановить, и вообще она может быть непригодна к восстановлению в принципе. Избегать, потому что гидроудары бывают не только в двигателе, но и в трансмиссии в целом. И когда с разгона берут водную преграду, да, в принципе, это все круто, хорошо и прикольно выглядит, но потом это заканчивается очень плачевно. Надо стараться все же избегать. Если преодолевание каких-то водных поверхностей идет, но это очень медленно, и можно, если система Tiptronic присутствует на первой передаче, тихонько и очень и очень аккуратно преодолеть водную преграду. Следующее правило, если в целом автомобиль застрял, ничего не помогает, не следует буксовать на месте более 10-15 минут. Потому что если продолжать постоянно пытаться выехать из непреодолимых обстоятельств, трансмиссия прикажет долго жить. Букс на месте тоже противопоказан. Постоянный букс, он перегревает очень быстро механические вещи внутри трансмиссии, планетарный механизм и так далее. Поэтому если долго буксовать на месте, масло попросту сгорает. Там образуются точки кипения, и потом оно теряет свои свойства, смазывающие, охлаждающие, и трансмиссия теряет свое здоровье. То есть непродолжительный букс уже ресурс трансмиссии потерян. Как бы вам решать, вам ездить, но после долгого букса вы просто можете посмотреть, какое масло внутри коробки, какого оно цвета и запаха. Если оно сильно потемнело после таких вот телодвижений на фоне бездорожья и так далее, то это первый звоночек к тому, что износ уже пошел. Это плохо. Букс на месте, в сугробе, в тяжелой грязи, в глине противопоказан. Это все производители не планируют для себя, чтобы использовали автомобили в таких условиях. Это гидромеханический автомат. Здесь как бы ничего. Не говорю уже про вариаторы и про роботы. Эксплуатация по бездорожью. В принципе, это тяжелые условия, поэтому масло меняем почаще. Не важно, частично, либо полностью, лишь бы вообще его меняли. Следует учитывать, что чем тяжелее условия эксплуатации, тем чаще нужно обслуживать агрегат. Как и менять масло в редукторах, в раздаточной коробке. Это тоже необходимо. И следить за всем этим. Соблюдая минимальные правила, чаще обслуживаем, получаем на выходе автомобиль, который будет радовать нас долгие годы. И нам не придется прибегнуть к поискам запчастей, его ретушировать и по-быстрому продавать, как это часто бывает. Потом следующему владельцу достается геморройная машина. Он строчит на форумах, что машина дерьмо. На самом деле не машина дерьмо, а такой автомобиль ему уже достался от предыдущего владельца, который решил тем самым от него избавиться по причине неисправности и так далее. Как часто это бывает? Здесь все субъективно. Объективно только одно, то что вот эти олдскульные гидромеханические автоматы, они в действительности хорошо себя зарекомендовали и на бездорожье, что тойотовские, что митсубесевские, и в городских условиях. У них все нормально с охлаждением и все нормально с запчастями. Максимум того, что они могут проехать, это свыше 300 тысяч километров. Есть крузаки 200, которые на персоналке по полмиллиона отхаживают. Всем известны такие случаи. Следует за этим всем делом следить и по максимуму избегать все-таки бездорожья, потому что для бездорожья покупайте механическую коробку. Берегите свои автоматические трансмиссии. Сейчас время достаточно сложное. По запчастям, по большей части при покупке БУ обращайте внимание все же на данный агрегат, потому что наш советский человек должен ездить на исправной трансмиссии. Понятно, что сие произведения это капиталистическое, но при всех вот этих аспектах обслуживания, правил эксплуатации, можно ее сохранить по максимуму, потом не стыдно будет и продать, и эксплуатировать машину дальше. Всем удачи на дорогах, всем пока! Продолжение следует...